Здравствуйте, коллеги! В эфире передача «Главное в бизнесе» и ее ведущие Андрей Белоедов и Татьяна Зайцева. Здравствуйте! Я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Это Юрий Хаханов, проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково». Юрий, здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Сразу вопрос вам такой про «Сколково». Я думаю, что все знают, что такое «Сколково», ну, по крайней мере, само по себе понятие на слуху, но понимают под ним кто-то бизнес-школу, кто-то технопарк или технополигон, стартапы. Много информации есть. Давайте сразу попробуем разобраться, что такое «Сколково», для того, чтобы немножко, может быть, сузить. Что же на самом деле такое? Что там делают? Ну, в первую очередь «Сколково» — это географическое название. Сразу за МКАДом с давних времен была деревня «Сколково». И, соответственно, ряд недавно сформированных организаций, находящихся рядом с этим географическим местом, получили название «Сколково». Это и бизнес-школа «Сколково», которая появилась одной из первых. Это частная инициатива. Это и инновационный центр «Сколково», который я представляю. Фонд «Сколково», в котором я работаю — это управляющая компания для инновационного центра «Сколково». Соответственно, в инновационном центре «Сколково» есть три больших блока. Первый блок — это блок поддержки инноваций, в котором я работаю. Второй блок — это образовательный. В первую очередь, это «Сколковский институт науки и технологий». Это технический университет, созданный совместно с американским MIT. И третий блок «Сколково» — это строительный. То есть мы строим новый инновационный город на территории более 400 гектаров. Соответственно, на данном участке земли будут построены различные объекты, как исследовательская инфраструктура, уже построен самый большой в Европе технопарк, построены жилые кварталы, в этом году будет достроен кампус университета «Сколтех». Также предполагается до 2020 года строительство всей необходимой инфраструктуры для жизни. То есть это и фитнес-центры, и медицинские кластеры, и много-много других объектов. Всего до 2020 года планируется строительство более 3 миллионов квадратных метров различных зданий и сооружений. Юрий, такая огромная инфраструктура. Скажите, пожалуйста, для чего она создана, построена? Какие приоритетные цели и задачи ставит перед собой Сколково? Ну и, конечно, кто возглавляет все это, кто инициировал создание? Кто за ним стоит за всем. Изначально инициировал это Дмитрий Анатольевич Медведев, в ту пору президент России. Сейчас Дмитрий Медведев остается председателем попечительского совета фонда Сколково, а президентом фонда Сколково является Виктор Виксельберг, который, по сути, возглавляет инновационный центр Сколково. Что касается основных целей и задач, которые стояли при создании Сколково, они остаются и сейчас. Это, в первую очередь, создание инновационной инфраструктуры и инновационной экосистемы. То есть мы всегда, когда что-то делаем, спрашиваем сами себя, насколько это действие будет способствовать созданию благоприятной для инновации экосистемы. Экосистемы в Сколково, то есть это непростое слово для нас, это слово, к которому мы всегда обращаемся. Ну а суть экосистемы создание новой инновационной экономики в России, которая сможет стать локомотивом всей экономики страны. То есть вы являетесь источником инноваций. Или наоборот, компании, люди бизнеса, которые придумали, разработали какую-то идею, приходят к вам. И вы помогаете их развить, как-то масштабировать. Как это происходит? Мы государственная некоммерческая организация. Мы сами, не являясь всем бизнесменами, мы инфраструктура поддержки инновационных компаний, инновационных проектов, как малых бизнесов, так и крупных бизнесов. В чем заключается поддержка? Как она реализовывается? У нас много инструментов поддержки. Мы можем в зависимости от компании, ее потребности, в зависимости от проекта, применять те или иные. Ряд инструментов поддержки определен в федеральном законе Осколково. Это и налоговые льготы, и возможность грантовой поддержки, и доступ к лабораторной инфраструктуре, доступ к высокообразованным кадрам. И многие другие меры поддержки, они вытекают напрямую из федерального закона. Но время идет, и мы, безусловно, добавляем и другие инструменты, как прежде всего, нефинансовые поддержки. В настоящее время мы активно используем программы акселерации, то есть помогаем компаниям расти, развиваться еще быстрее. Это какой-то пакет мероприятий, или как стать резидентом, скажем так, вашим? Да, какая компания? Что для этого нужно? Какие у вас требования к этому? Какой пакет вы можете предложить? То, что это среда, мы уже поняли. То есть вы фактически, вот та инфраструктура, та среда, которую вы создаете для того, чтобы поправить нашу экономику с точки зрения инноваций приложений. Абсолютно верно. Вот, создаем среду. Для того, чтобы среду создать, нужно сделать в оффлайне какую-то инфраструктуру, условия, и должен быть стартовый пакет. На кого мы это ориентируем? Когда компания заходит в Сколково, ей предоставляются все преимущества экосистемы, налоговые льготы, таможенные льготы, определенные в федеральном законодательстве, возможность получения грантовой поддержки на решение конкретных задач, стоящих перед этой компанией, плюс доступ ко всей исследовательской инфраструктуре, которая у нас есть. Ну вот на днях компания была удивлена тем, как Сколково быстро работает. Мы за ночь напечатали на 3D-принтере модель той установки, которую они хотели сделать. То есть за ночь мы в технопарке им напечатали. Они абсолютно не ожидали такой скорости, реакции и того качества, сервиса, который был оказан. Что касается, как попасть в Сколково, то здесь мы также постарались сделать этот механизм содержательным, но простым для тех проектов, которые пытаются к нам зайти. Все делается онлайн, все делается дистанционно. Можно через сайт заполнить анкету, совершенно простая анкета, порядка 20 вопросов. Дальше эта анкета отправляется 10 независимым экспертам со всего мира по нашей сети контактов, по нашим аккредитованным экспертам. Они в течение 2-3 недель рассматривают данный проект и выносят свое решение. В случае положительного решения этот проект создает компанию для реализации этого проекта. То есть это юридическое лицо? Да, создается российское юридическое лицо, о которых вы говорили в рамках федерального закона, который регулирует работу фонда. Создается юридическое лицо, ему присваивается статус участника «Сколково». И дальше это юридическое лицо работает по правилам ведения исследовательской деятельности в «Сколково». У нас это что касается малых инновационных компаний, малых средних инновационных компаний. Также есть формат, когда крупный бизнес, российский, международный, создает свои исследовательские центры в «Сколково». И они также получают все меры поддержки от «Сколково» за исключением грантов. То есть моя компания большая может вполне разместить R&D-центр и заниматься такими разработками, получать те бенефиты, которые есть? Абсолютно верно. Если ваша компания решит локализовать свое R&D-подразделение, свою R&D-функцию в отдельной исследовательской дочке, то может разместить ее в «Сколково» и пользоваться теми инструментами поддержки, которые в «Сколково» существуют. Понятно. Среда, вход для участников, каким образом решения принимаются, так более-менее уже понятно. Инфраструктура, которая создается, это вот другие направления, как девелоперский проект. Понятно, что людям надо где-то жить, и в принципе такой проект нужно поддерживать финансово, поэтому должна быть и эта часть тоже. И вот то место «Сколково» географически, которое застраивается сейчас, происходит по какому-то плану. То есть есть план застройки его с учетом интересов, целей и задачи этого фонда. И на каком этапе вы сейчас находитесь? Действительно, у нас есть общий генеральный план застройки «Сколково». Кроме того, он на многих как российских, так и международных архитектурных конкурсах победил с концепцией данной застройки. И мы также… А концепцию делали тоже резиденты «Сколково» или… Нет, на тот момент концепцию делали ведущие международные и российские архитектурные бюро. Просто еще никого не было. А вырастили еще просто. Да, когда вот уже эксперты приложились, сделали продукт, и дальше уже в этой экосистеме начали произрастать первые ростки, я так понимаю, потом уже можно использовать и продукцию, или там наработки этих компаний для вот той части, которая касается застройки. Абсолютно верно. Для нас, для меня лично, это цель номер один. Сейчас максимально внедрять решения резидентов на территории инновационного центра. И на последней встрече с участниками «Сколково» наш президент Виктор Виксельберг сказал то же самое, что решения резидентов «Сколково» на территории должны внедряться в первую очередь. И в частности, на текущий момент самый большой реализованный проект – это создание систем «Умного дома» во всем жилье «Сколково». То есть, все жилые кварталы оснащены системами «Умного дома» от наших компаний-резидентов, от компаний-участников «Сколково». Да, ну это правильно, наверное, потому что любому бизнесу нужны результаты, особенно если это какой-то стартап или инновационный продукт, без его применения. В конкретном проекте, да, еще никто не знает про него. На 3D-принтере можно какую-то деталь распечатать, как он будет работать, как он будет работать в конфликте или нет с другими системами. Это вот как раз задача, которая решается, используя вот этот девелоперский проект. Ну, это, мне кажется, очень классно. И плюс выход потом уже идет на образовательные программы и так далее. А вот теми инновационными технологиями, о которых Юрий сказал уже, или, скажем так, в общем, обрисовал, занимается кластер энергоэффективных технологий фонда «Сколково», который представляет Юрий. И о примерах успешных, может быть, не успешных. Пока еще. Да, пока еще. Мы поговорим сразу после рекламной паузы. У нас в эфире передача «Главное в бизнесе» и ее ведущие Андрей Белоедов и Татьяна Зайцева. Я рада напомнить, что у нас в гостях сегодня Юрий Хоханов, проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково». Да, поговорили мы о том, что это за проект, какие у него элементы структурные, кто за всем за этим стоит. И остановились на том, что те самые инновационные решения, идеи, проекты, они являются предметом работы как раз вот кластера энергоэффективных технологий фонда. Поэтому, Юрий, поподробнее теперь уже о самом кластере и дальше мы расскажем, может быть, о проектах конкретных. Кластер энергоэффективных технологий сейчас это более 400 инновационных проектов малого и среднего бизнеса, плюс более 30 исследовательских центров крупных компаний, наших ведущих игроков в энергетике. Тематики совершенно разные, начиная от инновационных технологий для нефтегазового сектора, для электроэнергетики, для транспорта. ЖКХ, строительных технологий, но часть, которая касается городских технологий, куда и стройка, и ЖКХ входят, и различные умные системы, как раз курирую я. В настоящее время собрано порядка 100 проектов, ну и мы продолжаем расти, развиваться. То есть, как Сколково продолжает новые проекты активно притягивать, так и наш кластер постоянно расширяется, количество проектов растет, приходят новые идеи, новые команды, новые бизнесы, которые растут, развиваются, и мы помогаем им в этом. Ну, то есть, вот в той части проекта, который касается девелопмента, застройки, это как раз пилотные образцы из этих стартапов, из этого бизнеса, энергосберегающие технологии в рамках отдельно стоящего здания или в рамках застройки уже. Это, наверное, как раз та самая среда удачная для внедрения, которая очень важна бизнесу. Может быть, сразу пару каких-то примеров приведем? Я хотел бы оттолкнуться от того примера, о котором я упомянул в предыдущей части. Это система умного дома, которая нашими резидентами, причем резидентами самых различных направлений, начиная от систем безопасности, освещения, систем умного дома, были локализованы на нашей территории в жилых кварталах, которые откроются в сентябре. Мы, кстати, вас приглашаем на открытие этих кварталов. Действительно, компании подросли, компании могут уже не только в лабораториях производить свои разработки, но и выходят на реальные площадки для внедрения, где, по сути, уже конкурируют с крупным бизнесом. И в наших жилых кварталах резиденты по самым различным тематикам, четыре компании реализовали проект по системам умного дома, автоматизации. Поэтому жители Сколково получат совершенно иное качество жизни и среды обитания в своих домах. Приведите пример. Да, вот я купил квартиру Сколково, захожу и что, я не открываю ключом, у меня там, например, отпечатка пальца, открывается моя квартира. Или что это, какие-то вещи. Ну, пока еще открываете ключом, но когда вы открыли ключом, вы получаете пульт, с которого можно управлять всеми домашними системами. То есть рядом с домофончиком висит еще пульт по управлению. Да, вы сможете управлять как с пульта, так и с вашего мобильного телефона, со смартфона, с компьютера, если необходимо. Всеми системами вы сможете в прямом эфире. Свет, электричество, тепло, газ. Кроме того, вы в режиме онлайн сможете следить, сколько вы тратите энергоресурсов, что позволит вам в том числе экономить. То есть это какое-то приложение, которое мне в режиме реального времени показывает, сколько киловатт часов накрутило сегодня или сколько у меня воды. Абсолютно верно. Кроме того, мы никогда не стоим на месте и предполагаем, что наши жители, как и все те, кто находится в Сколково, будут инновационными. И мы предполагаем, уже после того, как они заедут, предлагать через системы «Умного дома» им онлайн-сервисы. Например. По заказу каких-либо услуг. Будь то химчистка, уборка, вызов такси, возможно, заказ пищи и многих других. Это будет управляющая компания делать, которая… Это будет управляющая компания, естественно, но это будет все интегрировано с вашей системой «Умного дома». То есть вы сможете в рамках одной системы, в рамках одного приложения решать многие задачи. А это связано с нашим ЖКХ-шным сайтом? Потому что, в принципе, вся эта история услуг онлайн, она достаточно хорошо автоматизирована. Заходишь, пожалуйста, с карты могу заплатить за воду, за телефон, что там еще можно, какие-то услуги выбрать, к врачу записаться, ребенка в секцию отдать и так далее. То есть ваше приложение, оно будет с этим… Предполагается, что будет интеграция, конечно. Да, потому что иначе тогда… А из новинок что-то будет из каких-то или нет? Ну вот про оплату телефона, там, счетчики на воду, на тепло, это мы уже все знаем. А вот что-то еще может быть или нет? Совсем необычное. Во-первых, это будет интегрировано, это будет удобно, и это все будет в рамках одного приложения. То есть здесь вы получите продукт, интегрированный в одном устройстве. Вам не нужно будет вспоминать, в каком приложении что находится, где у вас тот или иной выключатель. Ну это такой некий онлайн-агрегатор, который будет все эти функции содержать, основные, и вынесен уже в виде какого-то приложения к iPhone или к Android. Абсолютно верно. Ну это классно, это, на мой взгляд, такой большой шаг в будущее. Кроме того, мы идем дальше, мы собираемся внедрять систему «Умного города» Сколково. Это будет касаться и жилья, и транспорта, и офисов, и многих других систем автоматизации. Ну и кроме того, мы стараемся, чтобы наши проекты были абсолютно в рынке, и в частности, та компания, которая делает систему «Умного дома» в Сколково, она сейчас начинает делать системы «Умного дома» в большом квартале Лофтов, которая как раз находится рядом с вашей студией. Юрий, а приведите, пожалуйста, примеры более масштабных проектов на уровне города, района. Вот какие здесь используются технологии, что они дают, как это выглядит на практике? Что касается «Умного города», то у нас есть проект, реализующий концепции «Умного города» по всему миру. Они запартнерились с нашей помощью как с западными компаниями, ведущими игроками в данной сфере, так и с восточными компаниями, и в настоящее время проводят свою экспансию. Они уже реализовали свой проект в одном из жилых кварталов Москвы. Они являются компанией-резидентом Сколково, это наш стартап, малый инновационный бизнес, который активно выходит на международные рынки. Что касается более прикладных вещей, то, например, у нас открыта первая, насколько я знаю, в мире станция «Самокат-шеринг», то есть проката самокатов. Это уже автошеринг мы слышали, а тут самокат. То есть здесь, конечно, инновация, она скорее в бизнес-модели, но она есть. И в Сколково открылась первая станция. Потом команда этих разработчиков выступила на ведущей конференции в Хельсинки по инновациям. И в настоящее время, в августе, должны открыться станции «Самокат-шеринга» в Хельсинки. Мы сейчас активно работаем с правительством Москвы, чтобы в Москве появились станции проката самоката. «Самокат-шеринг», вы, наверное, все видели, в Москве уже много станций шеринга велосипедов. Мы надеемся, что скоро появятся и самокаты, поскольку как раз самокаты позволяют решать задачу последней мили. То есть это самая такая проблемная часть. То есть добраться уже до конца куда-нибудь. Абсолютно верно. Кроме того, у нас есть целый участок дороги на территории Сколково, который используется как полигон для испытаний новых видов транспорта, в том числе и беспилотных. В частности, вы, наверное, все видели «Матрешка». Это небольшая такая маршрутка беспилотная, которая тоже проходит свои испытания в Сколково. Хорошо, Юрий. Ну и, может быть, пару слов тогда о будущем. Где мы вас можем увидеть или участников, резидентов и их продукция. Как вы это продвигаете, где вы это показываете. Может быть, пару мероприятий, которые планируются, чтобы мы могли пригласить наших коллег. Прийти, познакомиться, посмотреть. Мы проводим много мероприятий в течение всего года. Самое большое мероприятие – это Startup Village. Это деревня для стартапов. Которая собирает ежегодно порядка 20 тысяч человек. Когда обычно проходит? Это проходит в июне. Так что это уже приглашение на следующий год. Это уже было второе мероприятие в этом году. Пятое. Пятое даже? Пятое. Пятое Startup Village. Пятое юбилейное уже. Да. Соответственно, крупнейшее и ближайшее мероприятие – это форум «Открытые инновации». Крупнейший российский инновационный форум, который пройдет в середине октября в технопарке Сколково. Мы приглашаем вас на данное мероприятие и всех ваших зрителей, которые работают в инновационном бизнесе. Спасибо, Юрий, за очень интересную беседу. Спасибо, да. Я думаю, мы немножко приоткрыли завесу над Сколково и то, чем занимается и ваш кластер энергоэффективных технологий, и, в принципе, фонд сам. Хотим пожелать вам удачи и реализации, пока, может быть, в рамках страны, потом и в мире. А у нас в эфире была программа «Главная в бизнесе». У нас в гостях был Юрий Хоханов. Большое спасибо. Передачу вели Андрей Белоедов и Татьяна Зайцева. Спасибо.